Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Хорошо, только оставь мой цветок. Нет, нет, он мой. Он мой. Я там спрятал деньги. Прощайте, друзья. Иди, рой сам себе свою могилу. Хорошо. С удовольствием. Что, что-то подошел, нет? Я хотел сказать, что у тебя упал огурец отсюда. Куда? Какая ты красивая. Куда? Давай я найду его. Давай я его найду. Нет, ты иди сюда, иди сюда. Теперь в бассейн плывем. Что надо-то мне? Ты меня любишь? Нет! Нет! И домой не возвращайся! Подтолкнуть. Давай, Сальто, Сальто, давай. Давай, Сальто, Сальто, давай. Там жизнь, чтобы меня горить. Там грязно. Таджи, на дорожку не надо мочить, да? Сальто, давай, Сальто. Ты мне на меня? Смотри, пусть не прокаблен в бассейн. Все водащик в края. Вот посмотри, что ты творишь. Да, он будет стараться. Тепла вода. Холодная. Пойди в баню. В баню, да, Стефа? Носочки у тебя ссунут. Знаешь, Стефа, трусы быть дорогой. Идти, что ты в баню. И так будет каждый раз, когда ты будешь заглядываться на других. Я вообще не понимаю, ребят, что схватились за домики и держатся за них. Вообще мне это дико. Я же сказала нет, потому что у нас секс. Я вообще предлагала всем баракам построить четвертый домик. Потому что на 10 девчонок По статистике 9, ребят Дом 2 8 одиноких девушек и 7 одиноких парней Строят дом своей мечты. Но достанется он только тем, кто полюбит друг друга. Каждую неделю появляется новый участник. А того, кто не найдет свою любовь, выгоняют. Дом 2 Как построить любовь На ТНТ Четыре руки, четыре ноги. Сто четырех километров чистого веса. Как выглядит идеальный ведущий на ТНТ Сюша Собчак и Ксения Бородира. Аплодисменты. Сейчас давайте вспомним о самых ярких событиях сегодняшнего дня. Поделитесь своими впечатлениями. Давайте начнем с солнца. День прошел хорошо. Очень понравилась сцена с Настенькой и Степаном. Собственно, после чего Степан и проявился. Чем он проявился? Он отлично сегодня заныривал в бассейн и продирал тюлени. Красиво. А как ты думаешь, откуда этот посыл? Что его заставило залезть? Его заставило залезть в воду Настя. Конечно же Настя. Прям взяла за шкирку и заставила? Да, Настя подарила ему такое счастье, что от этого счастья после сковороды ударом сковородой по голове прыгнул в бассейн. Ничего не осталось сделать. Но давайте тогда все-таки эту историю попытаемся услышать из уст героев. Степ, что скажешь? Я пришел домой. Начались вопросы, где был. Почему, не знаю. Где был, где был. На собрании, говорю. Забрала цветок и ушла. Я побежал. Я бросился за ней. В бассейн одогнал ее. Но тут она сняла с меня петличку и кинула в бассейн. Мне очень понравилось плавать в бассейне. Я даже не ожидал. Как это интересно. Оказывается, я в душе их тяндер. Скажи, а это было проявление чувств, как ты считаешь, со стороны? Конечно. Ну хорошо, Степ, тебе приятно это все? Да, очень. Ну что ж, отлично. Давайте тогда дадим сказать Насте. Ну, в нашей семье не только он артист. Что в вашей семье? Не он же. Не он же. Ну, не только он артист. А, то есть у вас уже семья? Нет. Нет. Ну как, нет, то, что сказала ваша? Ну я это образное выражение. Оговорочка по Фрейду такая вышла, про семью. Может, вы готовы уже себя объявить парой? Нет. Почему? Рано еще. Но все к этому идет? Рано, а потом будет поздно. Почему рано-то, Настя? Ну, еще нету того огонька. Ждем? Ждем. Смотри, у нас сегодня заселение, да? Угу. Вот, вы вроде как поругались. Вот. Может быть, домик вас сблизит и вы помиритесь? Степ, Назарю, ты готов к домику? Да, да, да. Настя. Не, не, не. Может быть, Степ, тебе надо сейчас, прям вот сейчас, взять инициативу в свои руки, что-то... Ждите в домик. Да. Арендуйте домик. 500 рублей даю. Потому что только сегодня, Степ, есть такая возможность. Ну, на колено. Не на колено, на руки, на руки, Степ. Ну, Настя, не готова, я не хочу человека насиловать. Ну, хорошо, не хотите, как хотите, будь с вами. У нас, тем более, есть еще одна пара, претендующая на домик. И давайте предоставим слово ей. Оля, Стас, я знаю, что вы бы очень хотели поселиться в нашем пятизвездном домике. И мне кажется, вы действительно заслужили шанс попробовать перевести ваши отношения на совершенно новый. Ну, тоже так кажется. Домика всего три. Я так понимаю, что никто уступать. У нас таких людей благородных нет на нашем проекте. Вот у нас есть солнце с Александром. Вы готовы уступить свой дом? Я думаю, так получилось, что в нашем домике с солнцем поселился особый аромат. И пока он не выветрится, там будет тяжело просто быть. Ну, это все от маски. Ну, кому-то среди вас все-таки придется, понимаете, поступиться местом. Ольга, Оскар. Ольга. Вы согласны наступить место новой паре? Нет. Почему? Потому что. Ну, это все-таки брат, это брат Стаса, брат Оскара. Ты бы не хотела ему тоже дать возможность. А я тут при чем? Оскар, когда я просила его об одолжении для Стаса на одну ночь, очень жизнерадостно сказал, что он на неделю готов для брата сделать все, что угодно. Мне кажется, проблема в тебе в данной ситуации. Вперед? Нет, давайте Оскара послушаем. Почему Оскара сказал? Не, ну, в глубине души я чувствую, что по-любому что-то произойдет. Конечно, не охота, конечно. Но придется. Уходить. Не, наверное, голосовать будем или что? Ну, ты сам готов наступить в доме? Оль. Тихо. Мое мнение-то слышно. Ну, в принципе, я не против. Ну, что ж, хорошо, но у нас ведь есть еще одна пара. Роман и Елена. Елена, скажи мне, пожалуйста, ты готова уступить в домик? Нет. Чтобы ребята могли попробовать там пашечку? Я же сказала, нет. Почему? Потому что у нас секс. А у них нету секса. Им просто хочется секса. У них нету, поэтому я не готова. То есть ты не хочешь делиться, так сказать, хорошими впечатлениями, да? Ну, свое место уступить мы не хотим. Людям, которые пожили уже вместе, намного тяжелее жить отдельно, чем тем, которые не пожили еще вместе. Ну, что ж, отлично, мы услышали ваше мнение. Тогда придется решать этот вопрос голосованием. Я прошу, начиная с Сергея, проголосовать. У нас есть четыре пары, и ты должен выбрать те три пары, которые должны, по твоему мнению, остаться в домике. Должны остаться Лена Ризо, Солнце Александр и Оля Стас. Зина? Должны остаться Лена Рома, Солнце Саша и Оля Оскар. Почему? Потому что я считаю, что люди, однажды уже пожив в домике, им будет очень сложно расстаться, был у них секс, не было. У них есть уже какой-то свой маленький мирок, в котором они жили и в котором им хорошо. А почему ты отказываешь Ольге и Стасу в праве тоже создать свой мирок? Они тоже хотят это сделать? Они тоже хотят перевести свои отношения на новую ступень? Мне кажется, нужно еще немножко подождать, потому что у Стаса уже был печальный опыт, и им нужно немножко побольше, наверное, проверить свои чувства и свои отношения. Ольга не виновата в этом печальном опыте, Стас. Не знаю, я вообще предлагала всем баракам построить четвертый домик. Ну что ж, хорошо, это было твое мнение, давайте послушаем Наталью. Я считаю, что Рома и Елена, они у нас необыкновенная пара, у них отношения настолько уже зашкаливают. Я думаю, что они способны любить друг друга везде и всегда, поэтому считаю, что им некоторое время можно пожить, в принципе, и в общежитии. За Лина. Оскар Ольга, Солнце Саша, Лена Рома. Лена. Это Рома, Лена, Солнце Саша и Оскар Ольга. Ну что ж, отлично. Рома, Лена, Саша, Солнце и Оскар Ольга. По мне очень сложно, но, во-первых, человек, которому тяжелее всех сейчас, из всех, кто здесь сидит, это Оскар. Потому что у него, в отличие от всех, здесь два родственника. Оля, которая стала ему уже родственной душой, и Стас, с которым они с первой минуты вместе. И ему сейчас решать очень тяжело. Дальше есть для меня Ольга здесь. С одной стороны, я не хотел бы, чтобы ей в жизни вообще было плохо когда-нибудь. И ей сейчас очень хочется в домик. С одной стороны, я боюсь, что... Ну, что происходит обычно у Стаса? В прошлый раз произошло. Через неделю девушке стало очень плохо. Я, с одной стороны, не хотел бы этого. Но, с другой стороны, для нее я должен это сделать. Поэтому остаются Стас и Ольга, Солнце и Саша, Рома и Лена. А Оскар, я думаю, с Стасом договорятся. Хотя мне это очень тяжело. А что ж, Солнце, скажи свое мнение, пожалуйста. Рома и Лена, Солнце, Саша, Оскар, Ольга. Почему? Потому что. Потому что я не вижу другого. Очень нравится уже та иерархия, которая сложилась. Не хочется, конечно, ничего менять. Дело не в этом. Вот вы говорите, люди хотят попробовать, да? Почему вы там как лягушки на болото сели, это мое. На самом деле, у нас эти домики тоже появились не с самого начала отношений. Пусть ребята пока попробуют пожить на расстоянии. И через неделю, там или когда будет следующее голосование, мы увидим, насколько крепкие их чувства и реально достойны ли они вселиться в домик. Саша. Лена, Рома, Солнце, Саша, Оскар, Ольга. Настя. Сложно очень сделать вывод. Вот, но, конечно, вы, ребята, меня извините очень. Мне очень жаль, но как бы... Я, наверное, за то, чтобы остались в домиках вот с Сашей с Солнцем, потому что у них сейчас вот такой этап, когда они очень сильно, у них огонь так воспламеняется, вот. И очень важно этот огонь сохранить, чтобы он не потух. А у Оли с Оскаром, ну, Оля стала для меня, наверное, из всех самой близкой подругой. И как бы... Ну, и даже дело не в этом. Просто у них... Они даже мыслят одинаково, говорят одинаково. Просто у них уже всё вместе они делают. У Лены с Ромой то же самое, только в другой части у них больше страсти. И как бы... Я надеюсь, что у них вот этот огонёк не потухнет, если они выселятся на какое-то время. Ольга. Лена, Рома, Саша, Солнце, я и Оскар. Ну, понятно. Солнце, Саша, наша пара и Ольга, Стас. Ольга. Лена, Рома, Оскар, Ольга и я. Всё, Стас. Спасибо. Рома, Лена, Солнце, Саша и я и Оля. Я хотел просто сказать, что вот эти моменты, то, что я вот там стою, Оля вижу каждый день, мне это, в принципе, достаточно. Но мы хотели как бы пожить немного поближе, вместе как-то реализоваться в этом домике. И вообще, я думаю, если бы мы заселились в какой-нибудь из домиков, недельку бы пожили, да, мы бы в следующем голосовании свободно уступили другим бы. Потому что я лично побыл в этой шкуре, понимаю. Тех пар, которые создадутся в будущем и захотят тоже, как и мы, побыть в домике. Я прекрасно понимаю. Поэтому, а я думаю, с Ольгой, с Олей мы договоримся и к следующему голосованию мы поменяемся местами. Стёпа. Мой голос что-нибудь решит уже? Да. Я что-то не подсчитывал. Давайте скажи своё мнение, а подсчитывать будет... Я вообще не понимаю, ребят, что схватились за домики и держатся за них. Вообще мне это дико. Роман с Леной, потому что начнётся опять у нас там в комнате. Души, душила, душила. Саша с Солнцем пусть живут, потому что недавно заехали. Ну, ребятам надо пожить вместе. Пусть поживут. Новые пари. По итогам голосования всё осталось как прежде. И в домиках остаётся Роман с Леной, Солнце с Сашей и Оскар с Ольгой. Ну что ж, я думаю, из сегодняшнего голосования каждый для себя сделает свои выводы. Ну, а наши телезрители составят своё мнение. А мы увидимся завтра на канале ТНТ. Это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. После сегодняшнего дня у меня был вопрос против кого из девочек голосовать, так как следующее голосование будет поработать против девочек. После сегодняшнего дня у меня нет такого вопроса, потому что единственный человек, который проголосовал против моей пары, против того, чтобы они жили в этом домике, это была Оля Гузова. Это была Оля Гузова. Я не обижаюсь. Это не обида. Мне не нравится, когда, первое, флиртует с моим мальчиком. Кто флиртует с моим мальчиком? Оля. Второе, когда это... Вот. Когда человек не осознаёт, когда человек не осознаёт, что это флирт. Третье, когда человек хочет сделать мне плохо. Ладно мне, хочет сделать плохо моим отношениям с Сашей. Это больше, чем у меня. Я считаю, что пара, которая была вот изначально вылабирована, да, она может подождать. У них ещё нет отношений. Таких отношений, при которых пара, при которых уже не терпится вселиться в домик. Потому что реально пара была вылабирована от начала до конца. И пара, они себя заявили три дня назад. И за три дня срочной необходимости пожить в домике, я думаю, не появилось. Мы дольше ждём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова